атом энергопром сбыт алексей сергеевич нечто так коллеги здрасте атом энергопром сбыт корпоративность бытовая компания атомной отрасли большое спасибо за прежде всего приводная техника за организацию столь масштабной конференции потому что про накопители мы не так часто говорим к сожалению а нам есть что обсудить раз уж так принято в цивилизованном обществе что все события чему-нибудь посвящаются присва предлагаю посвятить нашу сегодняшнюю конференцию фото тому факту что sony ровно 30 лет назад выпал выпустила первую литий-ионную батарейку вот давайте посмотрим докуда мы добежали к этому моменту как много уже сегодня говорилось действительно уже из каждого радиоприемника мы слышим что система накопления электроэнергии это передовая отрасль то здесь то там реализуются масштабные на сотни мегаватт проекты давайте постараемся понять а где мы в этом мире и докуда мы добежали если нам чем похвастаться всем вместе так секунду ну мы как энергозаботовая компания прежде всего ориентируемся на наших потребителей электроэнергии и наш проект по системам накопления электроэнергии подразумевает установку накопителя на территории промышленного предприятия для цели экономии в счетах за электроэнергию два два ключевых компонента у этого проекта первое это само оборудование само железо и второе это интеллектуальная модель управления накопителем которая должна определять оптимальный график работы накопителя который позволит достичь максимального экономического эффекта бизнес-модель проекта ну на мой взгляд достаточно простая атом энергопромсбыт выступает как инвестор в накопитель но ровно потому что на стадии реализации этого проекта побегов по рынку мы поняли что со стороны потребителей ну объективно нет такого запроса и готовности инвестировать достаточно значимые средства все накопитель по-прежнему еще остается весьма дорогой игрушкой поэтому мы выступаем в роли инвестора мы самостоятельно закупаем накопитель самостоятельно готовим территорию на пилотной площадке ставим подключаем накопитель становимся его оператором ну то есть такая в общем-то классическая схема энергосервис накопитель мы подключаем параллельной сетью никаких историй про источник бесперебойного питания попытки подправить качество электроэнергии еще что-то в пилотных проектах мы не предпринимали понятно что многие из вас скажут что это все равно что микроскопом забивать гвоздь но потому что инвертор обладает таким широким спектром хороших технических характеристик но пилот на то он и пилот ну думаю все из вас прекрасно представляют что такое литий-ионный накопитель какими плюсами он обладает текущий слайд всего лишь показывает что мы ориентируемся тоже на контейнеры исполнения накопителей отдельно стоящих которые всепогодные теперь про наши реализованные пилоты в течение двадцатого года мы реализовали ну и продолжаем финальную стадию реализации давайте будем честны двух пилотных площадок суммарно на один мегаватт и на один мегаватт час расположены они в московской тульской губерниях электрохими мы применяем нмс ну вот здесь приведен пример нашего накопителя который стоит на нашей отраслевой площадке в подольске второй контейнер я к сожалению показать не могу на условиях соглашение конфиденциальности но конструктивно накопитель состоит из двух отсеков ближе к нам это подсистема накопления чуть дальше от нас это подсистема преобразования и блок управления накопителем чуть дальше избушка это уже повышающий трансформатор для подключения к ячейке 6 киловольт внутренней сети предприятия приглашаю вас в отсек подсистема накопления здесь представлена стойка как выглядит подсистема накопления вот вся стойка на 320 киловатт часов которая по большому счету представляет из себя матрешку 4 стойки в каждой стойке 12 лотков в каждом лотке 3 модуля каждый оснащен бмс ну а в каждом модуле 24 ячейки далее блок подсистема преобразования он конструктивно соединен шинами постоянного тока с подсистемой накопления справа вы видите модульный инвертор пять модулей по 62 с половиной киловольт ампера каждый шестой в резерве ну и все оснащение контейнера здесь если пойти слева направо по картинке то это щит пожарно-охранной сигнализации далее это блок управления накопителей справа это прибор учета про подсистема управления подсистема управления аккумулирует себе все данные с инженерных систем следит за состоянием работы под систем аккумулирует данные от инженерных систем но и позволяет удаленно мониторить состояние накопителя и им же управлять мы загружаем график работы накопителя ну а дальше следим что все отработало корректно это вот как раз вторая составляющая той бизнес модели которая представляла на первом слайде теперь давайте поговорим а что же в чем же соль проекта где же те источники заработка которые позволяют вкладываться в столь не дешевое оборудование мы рассматриваем две составляющих две доходных составляющих первое это мы оптимизируем профиль нагрузки употребителя с тем чтобы снизить стоимость поставляем электроэнергии то есть так называемую сетевую составляющую тут зеленый график и вторая составляющая это снижение обязательств по оплате мощности мы вырезаем конкретный час когда эти обязательства рассчитываются и тем самым предприятие не потребляет эту мощность из внешней сети и тем самым экономим средства суммарно если эти две составляющие сложить то можно говорить об эффекте до полутора миллионов рублей в месяц на один мегаватт установки понятно что многое зависит от профиля нагрузки предприятия и от точности предиктивной аналитики но так или иначе цифры эти вот имеют такой порядок дальше давайте я вам немножко расскажу про сложности этих двух составляющих первое это час пика региона ключевая сложность заключается в том что предприятие узнает лишь по факту прошедшего месяца в какие же именно часы рассчитывались эти обязательства и сколько ты потребил столько ты должен будешь по факту заплатить наша группа математиков которые на одном языке общаются с искусственным интеллектом где туда даже порой боюсь заходить но так или иначе они научились предсказывать этот час и глядя на целый набор предикторов они определяют какой же час в рабочие сутки энергосистема даст свой максимум и значит обязательства будут рассчитаны именно в этот час мы прекрасно понимаем что есть определенные сложности и погода у нас меняется и ливни какие-нибудь пойдут да и более того итоги коронавируса повлияли на предприятие таким образом что многие сдвинули смены разнесли их по времени так чтобы люди на проходной не сталкивались но и это тоже повлияло на профиль нагрузки но в целом по крупным регионам и сейчас видим что искусственный интеллект справляется с такими вызовами и точность достаточно высокая вот более 80 процентов 85 процентов как показано на слайде вторая составляющая сетевая здесь все несколько проще так как мы находимся в тесном взаимодействии с промышленными потребителями мы прекрасно понимаем какой состав основного энергопринимающего оборудования какая производственная карта технологических процессов на предприятии какая производственная программа на предстоящий период времени поэтому профиль нагрузки спрогнозировать достаточно легко и точно достаточно высоко по мере набора статистики и по предприятию по региону безусловно точность будет возрастать потому что машинное обучение на то оно и машинное обучение чтобы прогрессировать с каждым моментом времени на базе двух графиков оптимизационные модели рассчитывают оптимальный график работы накопителя он загружается удаленно в накопитель но и накопитель отрабатывают согласно графику принося все те экономические эффекты которые мы на которые мы рассчитываем прелесть нашей бизнес-модели в том что ее можно реализовать существующим правовом поле мы не продаем киловатт час накопителя мы продаем услугу по экономии на затратах на электроэнергию то есть мы ставим накопитель мы им управляем мы снижаем счет за электроэнергию и эту экономию делим пропорционально между предприятием и нами как оператором накопитель ну наверное здесь если будут вопросы могу подробнее рассказать следующий раз с точки зрения перспектив рынка все мы с вами но на же больше всего это интересует куда движется сектор накопителей и какие у него перспективы уже сейчас по отрасли мы видим действительно неподдельный интерес от предприятий к участию в нашем проекте при текущей ценовой ситуации на рынке я имею ввиду прежде всего стоимость электроэнергии мощности на рынке и во вторую очередь стоимость самого накопителя проект находится но действительно такой тонкой грани окупаемости когда малейшее обременение дополнительное обременение проекта ну вызывает уже некоторые вопросы скажем так аккуратно но тренды мы все с вами знаем цена на электроэнергию постоянно растет накопители стремительно по крайней мере как говорят в прессе дешевеют надеюсь все таки это случится объективно поэтому мы верим в проект мы все таки заходя в этот проект мы ориентируемся на будущее они на настоящий момент поэтому перспектива проекта есть конкуренции явной конкуренции по данной бизнес модели мы пока не наблюдаем но за исключением того что все таки мы являемся составным элементом рынка энергетической гибкости на котором игроки по-разному пытаются играть ну кто-то в я в кто-то уходит в demand response кто-то в неявный demand response но так или иначе все же заинтересованы снизить счета за электроэнергию поэтому это ну постоянно и динамич динамичная модель но в целом место пока хватает всем даже при текущих параметрах рынка и профиля нагрузки в энергосистемы мы видим потенциал рынка в объеме 400 500 мегаватт при этом если вернее сказать когда стоимость накопителей снизится мы понимаем что и наши требования к пилотным площадкам с точки зрения профиля нагрузки тоже снизится и все больше пилотных площадок будет подходить под этот проект и все более легко будет складывать экономику по каждой пилотной площадке поэтому еще раз при снижении ценника на накопители мы все-таки рынок должны будем расширить а теперь давайте поговорим это была рекламная часть теперь содержательная мы с вами ориентируемся на мировой рынок мы все с вами видим тенденции тренды вот у меня есть ряд достаточно на мозг простых вопросов на которые давайте либо не сейчас но хотя бы в рамках нашей дискуссии попробуем найти ответы уважаемое издание блумберг говорит нам что стоимость модуля накопления в двадцатом году стоит сто тридцать семь долларов за киловатт час допустим где-то там что-то стоит тесла реализует свой проект мегапэк полтора мегаватта инверторная мощность 3 мегаватт часа да емкость накопления заявленная стоимость в зависимости от источников от 300 до 500 долларов за киловатт час то есть иными словами причем тесла все-таки это гигант явно они покупают не по средним стоимостям которые говорят блумберг наверняка дешевле но так или иначе стоимость батарейной части в законченной системе 25-40 процентов переходим к нашим реалиям по итогам проведенного нами тео пару лет назад и то что мы видим сейчас на рынке стоимость батарей в законченной системе тоже составляет в россии примерно 25-30 процентов но это при условии том что крупные игроки на российский рынок пока не смотрят по я имею ввиду прежде всего по поставке аккумуляторов они не готовы давать комфортную не низкую цену ее конечно задирают на пилотной партии поэтому где-то около 400 долларов за киловатт час это та цена которую мы с вами можем сейчас располагать но у меня возникает вопрос хорошо если батарейки у нас подорожали дороже чем в мире то почему у нас все сопутствующие расходы тоже выше у нас ценник законченной системы накопления порядка 900 тысяч долларов за киловатт час это означает ровно то что батарейки у нас в два-три раза дороже чем на рынке но и все остальное тоже получается в два-три раза дороже чем на рынке и контейнер и подсистема управления и подсистема преобразования или я заблуждаюсь если я давайте сегодня попробуем меня разубедить но пока выглядит так что у нас все составляющие дороже и когда мы говорим про снижение стоимости накопителей на рынке про развитие перспектив давайте забывать не говорить не только про то что нам нужно локализовать ячейки но и соптимизировать остальные расходы где у нас точки роста спроса на накопители есть ряд отчетов в том числе уважаемый всеми energy net которые пишут что где у меня последний слайд я заканчиваю где указано что должен быть стремительный рост в мире он есть но посмотрите все мировые площадки все мировые тренды направлены прежде всего на накопители в электросетевом комплексе то есть конечным заказчиком является либо системный оператор либо сетевая компания их можно понять те энергосистемы которые у них были конечно ими нужно как-то управлять современных условиях они применяют накопитель у нас же совершенно не так запроса от системного оператора на мой взгляд пока не наблюдается ну да и системный оператор всегда можешь сказать у меня есть накопитель уже на полтора гигаватта это мои гидроаккумулирующие станции я могу имя эффективно маневрировать и поддерживать все необходимые параметры качества поэтому на мой взгляд сегменты применения накопителей для качества надежности маневренности не будут так стремительно развиваться в россии в ближайшие годы как мы это видим в мире хочу ошибаться посмотрим далее про часть про нормативную базу сегодня уже много говорили я на ней наверно останавливаться не буду последний совет на этом я закончу прошу поставщиков накопителей либо убавить звук либо закрыть уши я хочу поговорить заказчиками обратите внимание что как только заходит речь про поставку системы накопления электроэнергии сразу начинается такой гудящий шум а у кого какая электрохимия а кто как тестирует свои накопители а у кого какой ресурс у кого какая разрядная характеристика да это все очень важно но прежде всего не забывайте что вы покупаете электроустановку в которой которой должна соответствовать пуэ пт должна иметь современную систему информационного обмена удаленного мониторинга управления поэтому при формировании своего тз про эти моменты тоже не забывайте на этом у меня все спасибо